Начнем с нетривиальной темы, которая очень актуальна для каждого анестезиолога, который работает в операционной, так или иначе. С массивной кровопотери у детей сталкивается каждый из нас. Однозначного определения массивной кровопотери в данный момент в литературе не существует. Очень много разных вариантов, которые так или иначе приводят читателя и исследователя к тому, что массивная кровопотеря определяется скоростью кровопотери к массе пациента. Но в детской практике мне понравилось определение, которое говорит, что массивная кровопотеря, возникшая во время хирургического вмешательства у детей, это темп кровопотери, который превышает 1 мл на килограмм в минуту. В краткость сестра таланта, как известно, все очень четко и просто. Факторы риска в педиатрической практике выделяются следующие. Тяжелая сочетанная травма с повреждением магистральных сосудов, ранение органов, кагулопатия различного генеза, травматические хирургические операции на сердце, на позвоночнике. И хочу отметить, что отдельно особняком всегда выделяются нейрохирургические операции и операции по поводу коррекции врожденных аномалий черепа. Вот на слайде вы видите фотографию одного из наших недавних пациентов синдромальный крайний синостоз. Непростые детки. Внутри нейрохирургической практики также существуют определенные факторы риска. И в литературе последних лет отмечено, что одни из самых тяжелых пациентов это пациенты младше 4 лет, продолжительность операции у которых составляет больше 270 минут и предоперационный низкий уровень гемоглобина, меньше 12 мг на децилитр. Конечно же, нужно отметить отдельную нозологию, потому что если анестезиолог видит диагноз хриоткарциномы у ребенка, то мы все понимаем, к чему мы должны готовиться. А ситуация операционная меняется иногда стремительно. Буквально за несколько секунд гемодинамика может измениться, перфузия, пульс, монитор начинает кричать, анестезиолог, если совсем не готов к этой ситуации, может начать нервничать. А это ни к чему, поэтому лучше заранее подготовиться, поговорить с хирургами, обсудить их тактику, тактику ведения пациента и договориться с трансфузиологами. Благо все это мы имеем. Ну а для того, чтобы понимать, в чем вообще суть проблемы, потому что, когда случается катастрофа, мы работаем уже по выверенным протоколам, но как клиницисты и как опытные врачи мы должны знать матчасть. Поэтому давайте немножко вспомним 3-4 курс и особенности гемостаза в детском возрасте. Новорожденные дети — это не маленькие взрослые. Их физиология, их патофизиология значительно отличается. И они составляют группу высокого риска травматических и геморрагических осложнений. В периоде новорожденности имеется значительный дефицит факторов, которые принимают участие в гемостазе. Например, витамин К, зависимые факторы свертывания крови. Существенный дефицит естественных антикоагулянтов. Активность протеинов ЦС у новорожденных составляет всего 35%. И нужно понимать, что сама система гемостаза, к такой системе, как мы привыкли у взрослых, формируется только к 6, а по некоторым данным литературы только к 3 годам. И в детском возрасте в литературе была написана такая одна очень интересная фраза, которая мне запомнилась, понравилась. Неонатальный гемостатический баланс своего рода это система альтернативного баланса. Он отличается от взрослых. И вопрос об устойчивости этого баланса довольно-таки спорный, потому что в разном периоде новорожденности, в первый год жизни, все очень быстро меняется. И самое страшное, чего мы боимся во время массивной кровопотери, это, конечно, осложнение коагулопатии. На снимке, на слайде представлен патогенез травматической коагулопатии, но так или иначе, если мы переносим это в нашу клиническую практику, мы заменяем факт травмы на операцию и получаем все те же самые механизмы и точки приложения препаратов и компонентов крови, которыми мы работаем во время операции. Основные задачи анестезиолога, конечно же, базируются на нашем клиническом опыте, на протоколах массивной кровопотери с переливанием, свежезамороженной плазмы, эритромассы, других компонентов крови, на опыте наших коллег и, конечно же, на здравом смысле. О этом не нужно забывать. Поэтому стратегия и тактика в каждом конкретном случае вырабатывается для каждого врача индивидуально, но сводится к незабильным основам. Так, трансфизиологическая тактика, как я уже сказала, у детей отличается от взрослых, но при этом нужно понимать, что осложнения у детей, связанные с переливанием, встречаются гораздо чаще. И связано это также с их физиологией и анатомией. Так, например, сердце у детей может быть не в состоянии компенсировать снижение кислородной емкости за счет увеличения сердечного выброса. Поэтому повышается риск декомпенсации. Нужно помнить о церебральном уровне оксидентгенации у детей. Также у детишек имеется такая особенность, как фиталингемоглобин, конечно, в первое время их жизни. Но при этом нужно помнить, что кислородная емкость крови у таких детей, у новорожденных младенцев, ниже. Поэтому триггеры для начала переливания, соответственно, выше. И чтобы понимать, когда необходимо начинать переливание крови, нужно заранее знать расчетный объем кровопотери конкретного ребенка и максимально допустимый объем кровопотери в ситуации операции. Рассчитывается это по формулам, которые вы видите на слайде, которые доступны всем, которые мы с вами учили. И в зависимости от времени жизни ребенка, от первых месяцев до 6 лет, рассчитывается индивидуально объем циркулирующей крови. Восполнение массивной кровопотери так или иначе, особенно если это медленно начинающаяся ситуация, начинается с восполнения ОЦК с помощью сбалансированных кристаллоидных растворов. Сейчас мы пользуемся у детей согретыми, сбалансированными растворами, которые имеют носители резервной щелочности. И по сравнению с так называемым физиологическим раствором более благоприятно влияют на исходы. Поэтому по возможности необходимо избегать массивную трансфузию физиологического натрия хлора. И нужно помнить, что использование самих коллоидных растворов, которые мы широко используем при массивной кровопотере, может привести к изменению функции травмоцитов, повреждению почек и той самой коагулопатии, которой мы все с вами очень опасаемся. Восполнение с балансированными кристаллоидами в последнее время приходит к рестритивной тактике. Если еще лет 5-7 назад зарекомендовалось активное восполнение 1 к 3, сейчас такой объем снижается. Но, конечно, все зависит от ситуации операционной. Когда начинается массивная кровопотеря, препаратом выбора, который мы имеем под рукой, надеюсь, в тот момент, является, конечно, ретроцитарная масса, рассчитывающаяся по определенной формуле. Для детей 10 мл на килограмм с гематогридом 60% примерно обеспечивает природ гемогламина 2 г на децилитр. Но об этом нужно помнить. В операционной, когда мы переливаем R-массу, что формула работает только если право течение уже остановилось. Далее в протоколе массивного переливания участвует, конечно же, свежезамороженная плазма, которая также рассчитывается на единицы на килограмм, миллилитр на килограмм. Есть криопрецепитат, который сейчас тоже активно везде доступен. И отдельно фактор 7, фактор свертывания. Тромбоциты. Для переливания тромбомассы у детей есть определенные показания, особенно в нейрохирургии. Уровень тромбоцитов должен быть не ниже 100 тысяч. И в случае необходимости мы всегда их заказываем в операционную. Ну и, конечно же, те препараты, которыми мы пользуемся с точки зрения фармакологии, очень удобные и работающие. Как показывают последние исследования, это самая адреноксамовая кислота. Может использоваться у детей и в продленной инфузии, и в нагрузочной дозе, и действительно влияет на прогноз. Так или иначе, нам нужно всегда знать, что мы хотим их сделать как можно лучше. Но недавно на фаре я увидела на лекции красивую фразу «Чудодейственная сила – залог неминуемой беды». Интересная цитата, которая напоминает нам о том, что всегда наши действия могут привести к неблагоприятным вещам, о которых мы не должны забывать. Если начинаются осложнения какие-то, интероперационные или постоперационные, самое главное – их вовремя выявить и начать реагировать. Потому что электролитные нарушения, трансфюзионные реакции, перегрузка объемом – это очень частое осложнение после массивной кровопотери и каких-то экстренных мер, применяемых в операционных. Гиперколемия, которая очень часто раньше отмечалась в литературе, сейчас встречается реже, потому что срок хранения ретроцитарной массы сокращается. Для детей особенно актуально использовать свежезаготовленные ретроциты. Что мы имеем у нас в институте? Оксана Клементьевна, наша заведующая трансфюзиологией, предоставила данные любезно. И вот на 9 ноября за 2023 год у нас в институте было совершено 1252 гемотрансфузии. У детей 349 в неравном соотношении между двумя отделениями. При этом, заметьте, аппаратная ринфузия у детей также используется, но не так часто, поскольку вес детей, ну и особенности операции. Один из наших клинических случаев в операционной совсем недавно оперировался мальчик Рома, 5 лет, 27 килограмм, с диагнозом новообразования области четвертого желудочка. Распространялось оно и в силевый водопровод, пениальная область. Третий желудочек выглядело вот так вот ужасно. Ребенок с водянкой, с объемом на образование. Виктор Сергеевич, анестезиолог, тщательно готовится к началу операции, ставит центральный венозный катетер на верхней картинке. Внизу мы видим фотографию с уже налаженным инвазивным мониторингом давления. Это стандартный протокол для таких ситуаций. И вот хотелось бы отметить отдельно аппарат ринфузии крови. Казалось бы, маленький ребенок, 27 килограмм, но за время операции учтенная кровопотеря составила больше 2 литров. Эритроциты отмыли, вернули. И за счет хорошей подготовки, грамотной тактики введения пациента, видите, операция шла 9,5 часов. Но в целом анестезиологическая карта не внушает нам какого-то страха и ужаса. Есть, конечно, гемодинамические изменения, но все они быстро коррегируются. И динамика анализа в крови. Не знаю, хорошо ли видно, но вот видите, интероперационно, 24 число. В целом есть изменения по гемоглобину, но так или иначе они быстро скоррегированы. И гипокоагуляция за счет использования свежезамороженной плазмы, гриппроцепитата в изменениях в коагулограмме, таких критических, не было отмечено. Конечно, у нас есть еще ТЭК, кстати, интероперационный, которым мы можем пользоваться для оценки ситуации. И есть неинвазивный мониторинг гемодинамики кровопотери. Это неинвазивный гемоглобин, мы смотрим. Особенно очень удобно смотреть на нем гемодинамику, изменения за какой-то промежуток времени. Но это все хорошо, если мы к этому готовы, потому что так же случается иногда, что происходит какая-то катастрофа, которую мы не ждали. И здесь должна быть излажена работа хирурга и анестезиолога. Нужно заранее проговорить ту тактику, которую можно выбрать. И лучше всего, если у хирурга есть возможность просто остановиться, закрыть рану салфетками и подождать. Кто-то зовет на помощь более опытных коллег. И в то время, буквально 5-7 минут достаточно для того, чтобы стабилизировать ситуацию операционной и спасти ребенка. Потому что вы видите, буквально за 8 минут такие страшные изменения на кардиограмме с измененными КУРС и СТ-комплексами. За счет восполнения УЦК, переливания эритроцитарной массы, все стабилизировалось и нормализовалось. Этот случай закончился хорошо, так же, как и наша лекция. Спасибо вам за внимание. Если есть какие-то вопросы, буду рада. Спасибо, Валентина Андреевна. Коллеги, вопросы? Пожалуйста, пожалуйста. Александр Горячев. Амбразурн-Тагендык. Спасибо за прекрасный доклад. У меня есть вопрос, конечно же, по коллоидам. Скажите, пожалуйста, в вашей практике когда-нибудь наблюдались осложнения от использования декстранов или тетраэтилкрахмалов? Сейчас я еще скажу, что я в реанимации работаю 40 лет. Андрей Юрьевич тоже около того. И Иван Анатольевич, столько же времени. Иван Анатольевич. Нет, я меньше. Вы помните? Чуть меньше. Да, вы помните какие-нибудь осложнения, например, с коглопотией, связанной с применением декстранов? Я не помню. То есть, если бы применяли в соответствии с инструкцией, то ничего плохого и не было. А у вас есть какая-нибудь такая информация? Потому что мы знаем, что Всемирная организация здравоохранения это тотально коррумпированная организация, они борются за рынки. И таким образом… Которую надо отменить. Конечно. Надо выходить оттуда. Ваше мнение о нарушениях коагуляции и каких-то других осложнениях при использовании декстранов и крахманов? Спасибо. Лично в моей практике осложнения не встречала при использовании коллоидов декстранов. И лично мое мнение, это препараты, которые нам в случае какой-то катастрофы, интероперационной очень помогают. Мы ими активно пользуемся, но с точки зрения какого-то научного подхода, к которому мы стремимся, используем их рестриктивно. Валентина Андреевна, спасибо огромное за доклад. У меня короткий вопрос на самом деле. Как вот в пылу борьбы за жизнь маленького пациента в операционной не упустить момент, когда нам нужно начинать вводить, ну, по крайней мере, плазму, а даже более, может, важно, седьмой фактор, да, или какой-то концентрат факторов свертывания? Где тот момент, когда вот надо сделать вовремя? Ну, самое главное, постоянно присутствовать в операционной и понимать, что если у нас запланированы массивные кровопотери, нам нужно заранее быть готовым к тому, что при потере уже 30% ОЦК расчетного, предоперационного, мы можем клинически судить о гипокоагуляции, можем сделать тест, если нам позволяет время. Если нет, то по клинической ситуации, по гемодинамике, все-таки лечим муницифрой ребенка, смотрим, как он реагирует на кровопотери и заказываем соответствующие компоненты. А седьмой фактор? Седьмой фактор применяем. И здесь нам уже нужна оценка коагулограммы, тромбодинамики. Все-таки начинаем мы всегда сначала со свежезамороженной плазмы, если это массивная кровопотеря, если это вялоидущая кровопотеря, которая не подразумевает одномоментной потери крови, мы смотрим на коагулограмму и начинаем с креопрецептата, как правило, у детей. Фибериноген снижается очень быстро, при этом АЧТВ иногда остается в пределах норм. Поэтому препарат выбора здесь креопрецептат. Если есть необходимость, то добавляем в свой фактор, но это уже в случае большой катастроф. Каспорт Борисович Матуев, он детский нейрохирург, и его докторская диссертация посвящена хирургии детей первого года, как раз где кровопотеря весьма актуальна. Пожалуйста, извините. Спасибо, Андрей Юрьевич. Спасибо большое за прекрасный доклад. У меня вопрос продолжения, можно сказать, вопроса Алексея Сергеевича, но он несколько с другой стороны. Вот на Ваш взгляд, какой объем кровопотерей является критическим, когда уже наступают необратимые процессы, нарушения свертывающей системы, которые невозможно остановить или же вернуть в нормальное русло? Ну, Каспорт Борисович, что такое страшное вопрос задаете? Необратимые последствия в операционной мы предотвращаем. И стараемся, чтобы их не было. Во всяком случае, на моей памяти не случалось такого, чтобы массивная кровопотеря, особенно запланируемая, привела бы к необратимой кагулопотии интероперационной. Но если продолжающаяся кровопотеря без замещения ОЦК, достаточно 50% для детей младше 1 года жизни, по данным литературы, опять же, в течение 3 часов после кровопотеря, которая может ввести к необратимым последствиям. А интероперационность здесь очень все зависит и от фактора возраста пациента. Если это дети младше года, то очень высокий риск гемодилюции, если начать переливание активно с больших инфлюзионных средств и не компенсировать кровопотерю. То есть тоже нужно ориентироваться, что нельзя допускать кровопотерю больше 50% ОЦК без начала переливания средств свежезамороженной плазмы, ретроцитарной, здесь и всех факторов, которые мы имеем. Спасибо. Еще вопросы? Да, пожалуйста, Синя, да. Спасибо большое за доклад. У меня такой чисто юридический вопрос. У нас в рамках большой кровопотери, особенно у детей, мы не успеваем дождаться анализов лаборатории, и уже начинаем переливать компоненты крови. Ситуация следующая. Каким образом? Юридически доказать, что они требовались. Мы не имеем начальные точки фиксации критичных, мы имеем точки только когда уже были перелиты инфузионные среды и транспузионные среды. Что с этим делать? С точки зрения каких-то документальных дел, я понимаю, вопрос обоснованный, но мы в первую очередь клиницисты, и мы работаем на основе клинических данных. Если встает вопрос прокурора, почему мы начинаем переливать инфузионные среды без анализов, то чаще всего мы имеем клиническую картину, которая соответствует насильной кровопотере. А анестезиологическая карта – это такой же документ, который имеет юридическую силу. Но при этом, если нам как-то отходить от этих вопросов, можно поставить неинвазивный мониторинг измерения гемоглобина, и сама фиксация уровня гемоглобина по неинвазивному мониторингу тоже может считаться документом. А неинвазивный мониторинг гемоглобина – какая ошибка погрешности? Если его калибровать, то погрешность не больше 5%. Спасибо. Коллеги, еще вопросы у меня? Сейчас я быстро задам. А господин Мощев пусть подходит пока. Валентина, спасибо большое. Видите, сколько вопросов. Это на самом деле очень важно. У меня вот такой вопрос может быть практический. Хирурги все разные, но некоторые вас предупреждают, что сейчас вот через 2 минутки как ливанет. Некоторые не предупреждают. Ну, вы, естественно, знаете почерк многих нейрохирургов. Кому-то вы там полностью доверяете, с кем-то вы так на стороже. Скажите, а вы кого-нибудь используете, что называется, инфузию препаратов крови, не дожидаясь факта кровопотери? Первый момент. И второй, вот когда действительно обвал происходит, каким образом, технологически просто, вот как вы нагнетаете в русло препараты крови, если не хватает просто естественных, скажем, систем введения? Начнем с того, что первую часть вопроса. Действительно, да, бывает, что и мы не готовы, и хирурги нам не говорят. Но, Иван Толич, напомните, с чего мы начинаем? Нет, ну вот если у вас бывает когда-то, когда вы ставите препараты крови и еще не получили? Нет, 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 превентивно мы не начинаем гемотрансфузию, не начинаем переливание до того, как случился факт кровопотери. Потому что бывают всякие ситуации, кажется, что вот сейчас, а на самом деле нет. Поэтому смысл переливать донорскую кровь, особенно, зная высокие риски, в принципе, необоснованного переливания, мы так не делаем. Валентина Андреевна, извините, если бы в зале здесь сидел наш старейший детский анестезиолог Виктор Сергеевич, он бы не очень согласился с вами, потому что я несколько раз наблюдал, как он начинает трансфузию до кожного разреза, зная, с кем имеет дело. Не всегда это обоснованно с моей точки зрения. Иногда бывает, что это очень удачно. Мы с Виктором Сергеевичем много это обсуждали, но в последнее время к такой тактике он тоже старается не придерживаться, потому что лишняя, так сказать, трансфузия компонентов донорской крови, она в принципе ни к чему. А нагнетание препаратов крови интероперационно, если случается катастрофа, раньше мы пользовались шприцами, мы брали шприцы, набирали кровь и вводили, когда уже совсем ничего не получалось. По сути болюсное введение. Болюсное введение, да. У нас есть сейчас инфузионная система, которая позволяет поставить скорость до 450 мл в час с помощью инфузомата и перфузора, и они, в принципе, очень удобны. Поэтому если у нас есть несколько периферий, то объем восполнения получается очень адекватный. Взять несколько перфузоров, потому что все-таки травматичное повреждение самих эритроцитов во время нагнетания крови с помощью 50-х интероперационно-руслового цеха ничему хорошему не приводит, может случиться и гиперколемия, и осложнение почечное. В общем, да. Спасибо. У нас еще вопрос в зале. Валентина Андреевна, такой вопрос. Ну хорошо, давайте по очереди. Вот у детей, если возникает интероперационная тахикардия большая, 130-140, у взрослых мы можем применять бета-блокаторы, а у детей мы как-то корригируем. Есть лекарства для коррекции тахикардии? Да, я помню, Дмитрий Александрович, мы с вами как-то даже, кажется, касались этого случая интероперационно. Очень часто случается тахикардия, которая не купируется за счет стволовых реакций. И если это уже такая угрожающая тахикардия со срывом ритма, то мы применяем тот же самый смолол. Интраоперационно у детей сейчас, в принципе, для оккупирования тахикардии у нас в институте больше ничего нет. Поэтому если какие-то остановка тракции ствола не помогает, и все это развивается по наихудшему сценарию, то мы применяем препараты. В литературе есть данные о применении смолола у детей, и поэтому, не боясь, его используем. Спасибо. Давайте. Добрый день, большое спасибо за лекцию. У меня пару вопросов, если можно. Первый вопрос. Вы говорите о том, что исходный гемоглобин для краниопластики 122 грамм на литр. Если у нас, например, 110, мы превентивно переливаем кровь, прежде чем взять ребенка в операционную? Нет, мы превентивно кровь не переливаем, потому что гемоглобин уровня 110 – это не показание к переливанию ретроцитарной массы. А у детей младше года вы вообще очень редко найдете кого-то с гемоглобином выше 120. И, в принципе, я не говорю, что нужно брать на краневую пластику с гемоглобином 120. На слайде были показаны факторы риска, которые говорят нам о том, что теоретически такой пациент с таким уровнем гемоглобина будет находиться в менее выгодной ситуации, чем другие пациенты с хорошими показателями. Поэтому к нему должен быть особый подход. И, соответственно, если у ребенка с кранией синостозом, с внутричерепной гипертензией, изменениями его соматического статуса, уровень гемоглобина 110 или даже 105, мы не будем отправлять его лечиться. Мы его, конечно, возьмем на операцию, потому что нужно решать проблемы по мере их необходимости. Конечно, просто раньше начнем. Я понял, спасибо. Второй вопрос. По поводу выбора коллоидов. Какие вы коллоиды выбираете? Есть ли преимущества у 20% альбумина на поддержку индекс страны? Альбумин 20% мы используем при крайних ситуациях, при массивной кровопотере. Сейчас у нас для детей мы чаще всего используем пилофузин. Спасибо. И последний вопрос. По поводу аппаратной реинфузии. Какой аппарат у вас используется? Какой объем вы возвращаете? И какая экономическая рентабельность по сравнению с донорской кровью? Эти вопросы нужно задавать заведующие трансфузиологического отделения. Сейчас я на них ответить точно не смогу, потому что у нас есть отдельная группа, которая этим занимается. По поводу объема возвращения. В зависимости от отмытых эритроцитов, исходного гипотокрита, который забирает свой ребенок, который отмывается. Но вот в кейс, который я представляла, в принципе объем кровопотери, который оценил анестезиолог на момент его изоперационной, составил около 2 литров, 700 мл. То есть 2 литра где-то отмыли, вернули. Получается, в принципе, довольно-таки высокий процент. Просто если, например, дети до года… Детям до года мы не используем аппаратную реинфузию. Только для детей больше 15-16 кг. Ну, это же очевидная вещь. У маленького ребенка такой ЦК, что он потеряет все, и вы ничего не отмоете там к тому моменту, когда он потеряет все. Да, кто хотел еще спросить? Пожалуйста. Спасибо большое за доклад. Столько вопросов. Меня больше всего интересует с позиции мониторинга, так как зона интереса в этом лежит. Вы упомянули систему МАСИМА, да? Где вы ее видите, место во время как бы операции, которая сопровождается массивной кровопотери? Это первый под вопрос. Второй под вопрос. Насколько быстро реагирует в момент кровопотери и в момент восполнения? Потому что вы сказали, что процент очень небольшой. Насколько я знаю, это все с запозданием. Второй нормальный вопрос. Это используйте интрооперационный индекс вариабельности пульсового давления, потому что это динамический уровень. Посмотрите, какой он хитрый. Андрей, ты записал все, а как отвечать докладчику? Давай первый вопрос. Вопросов очень много, доклад интересно. МАСИМА, да, спасибо, МАСИМА. И мы его калибруем перед каждым пациентом. Действительно, есть задержка показания уровня гемоглобина в момент кровопотери, но нам он больше нужен для оценки динамики. Особенно если это не массивная кровопотеря одномоментная, а если она растянута по времени. Например, на крайней осеностозах, который оперируется по 5-6 часов, в моей практике оказался очень удобный прибор, потому что для ребенка с низким уровнем гемоглобина мы видим динамику для снижения и уже можем заранее подвинить трансфузиологов. То есть в момент восполнения, не в момент диагностики. Да, все, есть ответ. Второй подвопрос. По индексу вариабельности пульсового давления насколько вы ориентированы при восполнении именно волимического статуса? Мы его оцениваем, но не могу сказать, что это сейчас тот самый тринкер, на который мы ориентируемся. Больше клинически на все показатели. Так как у нас инфузионная программа нацелена, первое, это стабилизация гемодинамики, восполнение волимея, вторая часть это доставка. И упоминалось краем, что церебральная оксиметрия используется. У детей нет. И последний вопрос. Пациенты детского возраста, перенесшие интрооперационную кровопотерю, восполненные вами в постоперационном периоде вы у них наблюдали повторное снижение уровня гемоглобина? Да. Какой процент и у какой категории? Спасибо. Спасибо. Процент сложно сказать, потому что это нужно как-то иметь анализ более-менее широкой группы пациентов. Но тот самый кейс, который я показывала у мальчика Кириллова, это такая традиционная ситуация, когда на вторые сутки после операции гемоглобина еще держится, а третье-четвертое закономерное снижение бывает, что на третьей-четвертой сутки чаще происходит реинфузия после массивной кровопотери. Так, вопросов еще нет? А, ну давайте. У нас еще две минуты. Спасибо за доклад. В своем докладе вы упомянули, что организационные моменты очень влияют, и во всех учреждениях, где сталкиваются с массивной трансфузией, обычно есть протоколы массивной трансфузии. Вы можете рассказать про ваш протокол, чем он примечателен, он именно для вашего стационара, и можете дать какой-нибудь совет напутственный тем стационарам, где еще нет своего массивного протокола трансфузии. Спасибо. Спасибо. У нас несколько лет назад, ну, наверное, уже лет 10, Наталья Владимировна Леменева защищалась. В 2008 году, кажется, писала кандидатскую по массивной кровопотери у детей. И в этой кандидатской было очень много обозначено проблем, которые на тот момент имелись, и так или иначе остаются на сей день. Как такового юридического протокола мы не составляли. У нас есть определенный принцип, по которому мы работаем. И на слайде, на своих я уже показала тот объем, на котором мы ориентируемся, и триггеры, которые нас ведут к тому, чтобы начинать переливание. Ну, из напутственных советов, это, конечно, здравый смысл и оценка клинической ситуации, которая обрабатывается со временем. А самое главное, слушать своих более опытных коллег. А иногда они боятся с ними спорить. Ну, замечательно. Здравый смысл, мне кажется, это прекрасно. Саша, только коротко. Спасибо огромное за доклад. Я, на самом деле, хотел камент сделать и остановиться на том моменте, который проговорил, отдельный слайд был у Валентина Андреевна. По поводу взаимодействия с хирургами, это остановиться и ждать, пока мы, анестезиологи, в особом кровопотере. Это очень важный момент. И с детскими хирургами это, в принципе, происходит. Давно достаточно эта ситуация отработана. Но именно в том плане, что хирурги закрывают зону одномоментной массивной кровопотери влажными салфетками и давят, и держат просто тупо, пока мы успеваем восполнить кровопотерю. К сожалению, со взрослыми хирургами в нейрохирургии происходят такие же ситуации, но уговорить их это сделать крайне сложно. Иногда происходят ситуации, дальше неуправляемые. Потому что если вытечет больной, то уже и работать не с чем будет, и с кровопотери уже не будет. Поэтому это очень важный момент взаимодействия в бригаде между анестезиологами и хирургами. Спасибо. Это комментарий просто. Хорошо, я так понимаю, что те, кто хотел, вопросы задал. Спасибо, Валентина Андреевна. Спасибо большое. Спасибо. Я, завершая этот доклад, хотел бы буквально... А, Валентина Андреевна, не уходи от микрофона на всякий случай. Вот момент, который, на мой взгляд, не прозвучал, а он очень важный именно вот в этом аспекте педиатрической кровопотери. Это вопрос сосудистого доступа. Это, если вы видите ситуацию заранее, планируете массивную кровопотерю, это два, а то и три центральных фенозных катетеров, в том числе бедро и внутренние елемные вены. Что касается мониторинга, артериальная линия абсолютно необходима и абсолютно полезна в этих ситуациях. И не надо бояться ставить артериальный катетер. Что касается реинфузии, мы, в общем, всё выяснили. А у Вас есть собственный опыт использования седьмого фактора? У детей? Да. Да, Андрей Юрьевич использовали несколько раз. Ну и как Ваши впечатления? Помогает. Ну хорошо, спасибо. Андрей Юрьевич, извините, в чате вопрос, видите, как хорошо, у нас 25 человек слушает. Какие максимальные объёмы кровопотерей встречались в Вашей практике? Работаю не так долго, но за 6 лет, я помню, ОЦК, около 3,5 ОЦК потеряли. Спасибо.